Координационный совет участников соглашения о муниципальном сотрудничестве был образован 8 лет назад. Тогда в него входило только 5 регионов. Сейчас совет значительно больше. Более того, есть заявки о вступлении в него новых представителей. Все они занимаются вопросами местного самоуправления. Два совета муниципальных образования – Республика Крым и город Севастополь. Они изъявили о желании стать участниками соглашения. Мы такое их желание удовлетворим и всячески будем стараться поделиться нашим опытом. Всячески помогать в решении тех проблем, которые у них там есть. Совет участников соглашения о муниципальном сотрудничестве значительно расширился. И за счет Ингушетии, Северной Осетии, Алании, Чеченской Республики оттуда тоже поступили заявки. А здесь, в Сочи, участники координационного совета рассмотрят опыт работы ТОСов Краснодарского края. О том, как в Сочи ведется эта работа, рассказал заместитель главы города Константин Чеботарь. И в пример он привел недавний ураган, разбушевавшийся на побережье. Пляжная полоса вот здесь, набережная, которую вы пройдетесь увидеть, там тоже было огромное количество гальки, поваленных деревьев. То, что море кинуло нам сюда на берег. Ну и сам город был, это практически что-то. Это если повалило деревья, представляете, сколько она ломала просто веток больших. И буквально два дня, и этого ничего нет. Почему? Потому что не только те коммунальные службы, которые закреплены за этими территориями, но и непосредственно ТОСы поднимают людей, жителей города Сочи, домкомов. Мотивируем людей, и они выходят на свои закрепленные территории. Как эталон межмуниципального сотрудничества привели и пример Новопавловского сельского поселения. Это Белоглинский район Краснодарского края. А в качестве культурной программы участники совета посетят горный кластер Олимпийской деревни и шоу «Поющие фонтаны» в Олимпийском парке.